всем привет дорогие друзья привет мы находимся в афионе и это очередное видео из афиона мы приехали в деревню сегодня 22 мая и сегодня ночью в турции начинается четырехдневный комендантский час 23 24 25 26 мая и мы сейчас находимся в деревне кто не смотрел наши предыдущие видео обязательно смотрите сейчас мы едем в сторону афиона от афиона наша деревня находится в 40 километрах примерно мы кто не знает мы не живем в афионе мы не живем в деревне мы живем в аланье и пару раз в год приезжаем в деревню где у айхана его семьи есть дом родительский дом который был перестроен и сейчас его достраивают облагораживают и так далее сейчас мы едем в сторону афиона нам нужно успеть сделать кое-какие дела до 12 ночи и кое-что еще купить поэтому приглашаем вас вместе с нами покажу здесь красивые окрестности кто не подписан на наш канал обязательно подписывайтесь и мы показываем все самое интересное о жизни в турции чего вы не увидите ни у кого другого поэтому подписывайтесь комментируйте и добро пожаловать на наш канал всем тем кто смотрит наш до нас давно большое спасибо за то что вы смотрите за что вы оставляете комментарии за то что вы поддерживаете нас за то что угощаете нас чашечкой кофе если вы хотите также нас угостить чашечкой кофе за нашу работу смотрите в описании к этому видео как это сделать а сейчас приглашаем вас вместе с нами по пасмурному и такому холодному афиона в очень интересное путешествие афьон и фригийскую долину которая расположена от тянется от эскишихира до афьона называют второй каппадокии и это место не исхожено туристами это место не так известно но это очень красивое место где также есть звездяковое образование туда мы еще с вами съездим и в прошлых видео я показывал здесь потрясающая природа здесь можно ходить в туры в однодневные тут двухдневные здесь расположено очень много деревень и самое главное большое количество термальных источников в этом году наконец-то сделали вот эту вот дорогу и теперь до нашей деревне ведет классная дорога поэтому друзья вслед в скором будущем если вы хотите приехать к нам деревню мы будем только рады самое главное записаться заранее и чтобы было место для всех в общем мы думаем об этом чтобы для наших подписчиков сделать поездки в деревню у нас очень очень много идей по этому поводу но сейчас мы проезжаем многочисленные поля пшеницы здесь спасется скот овцы козы бараны очень много лошадей также у многих жителей есть куры гуси многие до сих пор используют телеги с лошадьми в общем вот такая вот она не туристическая и самая-самая настоящая турция для тех кто не знает где расположен город афьон город афьон расположен практически по середине турции если от аланьи ехать на север к анкаре то город расположен вот где-то по середине турции здесь очень классный климат летом не так не так жарко ведь даже в мае прохладные после ли аланийской жары это просто просто какое-то я не знаю блаженство и здесь очень плодородная земля здесь потрясающая инфраструктура есть поезда есть аэропорт естественно автобусное сообщение очень хорошо развито и как я уже сказала здесь земля и эта местность она еще не известно большому количеству людей туристам и кто действительно ценит природу те кто любит отдых интересный отдых в исторических местах те кто любит термальные источники те кто хочет жить в природе иметь свой домик здесь самое классное место и мы кстати думаем о том чтобы как-то больше проводить времени именно здесь потому что но природа природа просто потрясающего очень очень красиво поэтому друзья кто захочет очень от многих от многих из вас поступает вопрос о домике в деревне если говорить о домике именно именно в деревне я бы вам советовала именно эту местность по нескольким причинам которые я уже обозначила и по тем причинам что здесь очень дешевая земля очень дешевая и местные умельцы могут поставить каменный дом тоже просто за какие-то минимальные деньги которые которые покажутся ну я не знаю дом с огромной землей покажется ну просто бесплатно поэтому если кого-то интересует вы можете мне написать и вам все подробно расскажем и покажем ну и конечно же когда у нас будет больше информации мы снимем об этом видео но сейчас едем едем в город дороги пустые как я уже сказала потому что через несколько часов начнется комендантский час и мы тоже быстро едем в город и возвращаемся обратно сейчас мы проезжаем местечко под названием газлы гель и здесь сконцентрировано большое количество термальных отелей здесь есть как отельные корпуса большие также есть и виллы которые можно арендовать на любое время отеля открыты ну понятно что сейчас в это время отели закрыты но в обычное время отеля открыты виллы можно арендовать и в любое время года можно приезжать и паться лечиться отдыхать в термальных водах в термальных источниках мы уже в центре города здесь очень много машин и полиция вот сбоку стоят две машины объявляют о том что не забывайте о том что завтра начинается комендантский час именно вот здесь начинается старый город и вот по этим маленьким улочкам можно дойти до самой старой части афьона там очень красивые дома старая архитектура и подняться на самый самый верх горы вот это вот гора является символом афьона и здесь на вот этих маленьких улочках вы можете видеть расположено большое количество разных магазинов кафе ресторанов афьон очень колоритный город и знаменит прежде всего своей колбасой который по-турецки называется суджук это колбаса с большим количеством приправы пряностей и конечно же лукумом самый вкусный лукум делают в афьоне лукум из афьона также можно купить и в алане посмотрите какой красивый город вверх идет в горы маленькие дома и зеленые зеленые горы конечно же вот это вот здание совершенно некрасивая закрывает весь вид но вот эти кирпичные дома черепичные крыши посмотрите какая красота здорово кто не был во фьоне советую от всей души друзья в городе было очень много народу перед четырьмя днями комендантского часа мы все купили все что нам необходимо и возвращаемся сейчас обратно вечером в принципе в деревне снимать нечего потому что пусто никого нет поэтому встретимся с вами уже завтра и едем по очереди живописной дороги сейчас вам покажу солнце уже практически то есть солнце зашло остались какие-то остатки света в общем сейчас покажу встретимся с вами уже завтра а а Продолжение следует... Всем привет, дорогие друзья, из Афьона, из солнечного Афьона. Погода начинает налаживаться, и сегодня у нас первый день комендантского часа. Каждый день, когда я просыпаюсь, я, конечно же, в первую очередь проверяю свой WhatsApp, потому что многие из вас пишут и задают разные вопросы. По возможности я стараюсь сразу же ответить, и, конечно же, читаю комментарии. И сегодня от одного из подписчиков поступил такой комментарий. Мужчина написал следующее. «Анастасия, я не понимаю, почему вы просите деньги? Вы же замужем за турком, у вас есть собственный бизнес, и другие русские блогеры, делая контент на YouTube, не просят деньги». Что я хочу сказать по этому поводу уважаемому подписчику и всем тем остальным, кто не понимает сути социальных сетей и как они работают. Вы прекрасно знаете, что, кстати, ни YouTube, ни Facebook, никакая другая платформа не называет людей, которые работают, которые создают что-то, видео или делают какие-то постоянные посты, они не называют их ни ютюберами, ни блогерами, они их называют создателями контента. Так вот, те, кто занимается созданием контента на каких-либо социальных платформах, называются создателями контента. И эти люди работают совершенно бесплатно по собственному желанию. Естественно, вы можете сказать, вы работаете совершенно бесплатно по собственному желанию, это ваш выбор. Да, друзья, это мой выбор, и я делаю это, потому что мне это нравится, и я хочу делиться с вами полезной информацией. Также, поскольку этот труд не оплачивается, то все платформы, которые предлагают создателям контента свою площадку для того, чтобы люди могли постить фотографии, видео и так далее, предлагают варианты заработка. На ютюбе вы прекрасно знаете, посреди видео всегда есть много рекламных пауз. Это и есть один из заработков и помощи ютюба тем, кто создает контент. Также существует система донатов совершенно добровольных. Как человек, создающий контент, делает это совершенно добровольно, также и люди, которые хотят поддержать того, кто делает контент, создаёт видео или какие-то пишет статьи, делают это совершенно добровольно. Это первое. Второе. У вас есть собственный бизнес, вы просите деньги. Друзья, если у человека есть собственный бизнес за пределами ютюба, это не имеет никакого отношения. Совершенно не имеет отношения к этому, за кем человек замуж, на ком женат, что делает и чем занимается. Если вы не понимаете, человек, который пишет этот комментарий, если вы не понимаете сути социальных сетей, то социальные сети, как я уже сказала, помогают блогерам за их работу. Либо получать донаты, спасибо от своих подписчиков, либо зарабатывать на рекламе, которая есть в видео. Если вам не нравится эта реклама, вы можете подписаться на YouTube Premium, заплатить денежку, платить денежку каждый месяц YouTube, и у вас не будет абсолютно никакой рекламы. Но я, например, когда смотрю видео чьи-то, я всегда смотрю рекламу, потому что я знаю, сколько времени, денег и труда стоит сделать видео, его смонтировать и выложить. Поэтому я всегда смотрю рекламу в благодарность за работу тем людям, чьё видео я смотрю. Поэтому, друзья, если вы считаете, если человек, который написал этот комментарий, считает, что за три года нашей работы мы недостойны чашки кофе, ну, это ваше, скажем так, ну, мне жаль просто, мне просто жаль вас, что вы не понимаете сути того, как работает социальная сеть. И замужем за турком, есть свой бизнес и так далее, и так далее. Друзья, один из моих любимых блогеров на YouTube, Джеффри Стар, который является гуру, миллиардер, владелец косметического бизнеса, суперблогер, является человеком нетрадиционной ориентации, открытый, скажем так, гей, миллиардер, на свои проекты собирает пожертвования, собирает донаты. Наталья Водянова, муж которой один из самых богатых людей в мире, собирает, устраивает различные благотворительные акции. Правительство собирает деньги, оппозиционеры собирают деньги, и все это является добровольным. Поэтому, пожалуйста, не путайте, никто никого не заставляет, как я создаю контент совершенно бесплатно, так и вы благодарите меня или любого другого блогера совершенно на добровольных началах. Один из блогеров, крупных блогеров в России, который освещает, ездит по разным городам, странам, освещает городские проблемы, и который получает очень большие деньги с рекламы, также собирает донаты на свои городские проекты. И мне кажется, что это нормально. У меня никогда в голове не возникло вопроса, почему они собирают деньги на какие-то свои проекты. Потому что это нормально. Это способ поддержки тех, кто создает контент. Как я уже сказала, создание контента является совершенно свободным делом. Человек хочет, создает. Также и вы можете поддержать блогера совершенно свободно или не поддержать его. Поэтому в современном мире, мне кажется, такие комментарии, но это является чем-то странным. Система донатов является совершенно нормальной. Это не попрошайничество, это не способ зарабатывания денег. Это ваша поддержка человеку, которая создает для вас контент. Поэтому, если вы в этой ситуации не разбираетесь, не понимаете, пожалуйста, посмотрите на мировой опыт и посмотрите, для чего были созданы именно, для чего именно создается реклама в социальных сетях. А если вы не знаете, в Фейсбуке и в Ютьюбе есть возможность поддерживать создателя контента по подписке, когда подписчик каждый месяц определенную сумму отправляет блогеру. Также эта система сейчас будет существовать. В Турции ее еще нет, но эта система уже существует в мире. Поэтому, дорогой мой подписчик, ваши комментарии очень странные, ваши указания на то, что есть бизнес, за кем ты замужем и так далее. Но это вообще просто за гранью какого-либо понимания и вашего непонимания современного устройства соцсетей и как все это работает. Все добровольно. Как мы создаем свой контент добровольно, так же и вы можете поддерживать или не поддерживать тоже добровольно. Но писать такие комментарии в современном мире это... Я просто диву даюсь, у меня это не укладывается никаким образом в голове. То, что касается других каких-то русских блогеров и так далее, я не знаю, чем они занимаются, я не знаю, как они ведут свои каналы и что они делают. Я желаю всем удачи и все, кто делает контент, делают его по-своему. Поэтому не надо сравнивать никого и ни с кем. В общем, друзья, я надеюсь, что я разъяснила ситуацию. Если вам нравится наш контент и вы хотите отблагодарить нас за нашу работу чашечкой кофе, заходите в описании к этому видео, там все есть. И продолжаем с вами гулять, точнее дышать вот этим прекрасным воздухом и наслаждаться деревней. Четыре дня комендантского часа. Друзья, выходить за ворота запрещено, ездит жандарма и, конечно же, проверяет, чтобы никто не выходил. Ну, а мы проснулись утром и увидели, что в саду все, к сожалению, замерзло. Ночью были заморозки, температура доходила до минусовой и померз виноград, как вы видите. Все замерзло, картофель. Те саженцы, которые мы привезли, мы не посадили. Хорошо, что мы их вчера не посадили. И такая ситуация, я вам уже рассказывала в начале этого видео, то, что в этом доме никто не живет постоянно, поэтому за огородом следят наездами. и, к сожалению, огород. Нужно его тоже обустраивать, сделать такие открывающиеся теплицы и систему полива воды. Вот вы видите, картофель, картофель весь, весь картофель померз. Ну, а капуста, живая капуста, вот эта вот китайская капуста для салата, живая, и ничего с ней не стало. Как вы видите, живучая и очень-очень вкусная. Поэтому у нас осталась капуста. Вот там вот очень много лука, деревья здесь есть, айва, яблоки, вишня. В общем, друзья, как я вам и рассказывала, здесь мы бываем несколько раз в год всего, а этим всем домом занимается брат Айхана, старший брат, его семья. И мы решили, что мы тоже хотим участвовать в жизни этого дома. Раньше было очень много всяких разных забот, хлопот, а сейчас приходит переосмысление всего, и мы решили, что мы будем сюда приезжать чаще, помогать с хозяйством, и все здесь облагородим, украсим, поставим временные открывающиеся, закрывающиеся теплицы, возможно, систему орошения. Здесь в прошлом году были помидоры, здесь был перец, здесь есть вишневое дерево, но, как вы видите, очень-очень-очень мало, и видите, что случилось после вчерашних заморозков, которые в это время года вообще нетипичны, то есть что-то произошло странное, и все, все вот во что превратились, во что превратились деревни. Вот этот вот, скажем так, каменный забор, каменное ограждение, тоже сделано заново из камней от старой постройки. Здесь у нас есть немного укропа, с укропом ничего не случилось, но картофель, картофель, к сожалению, к сожалению, погиб. С утра приходили опять козы, приходили коровы, сегодня в деревне пекли хлеб и развозили. Посмотрите, какая красота, пшеница, ой, что-то прям зеленое-зеленое море, очень классно, и погода теплая, интернет кое-как работает. Кстати, в деревне тем, кто ездит обрабатывать свои поля, им выходить разрешено, но опять же, младше 65-ти ты должен быть, если ты старше 65-ти, то выходить запрещено. Вот так вот выглядит дом с этой стороны, нужно будет его красить, и вот что случилось, случилось с деревьями. Посмотрите, посмотрите, что произошло от мороза. Сначала все замерзло, а потом очень быстро высохло. здесь у нас кто знает, что это за фрукт, напишите в комментариях, посмотрим, сколько человек узнает, сколько человек понимает. ну а мы сейчас идем завтракать и будем заниматься своими делами, потому что очень много работы и впереди у нас 4 дня карантина. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось наше видео, спасибо большое всем, кто нас поддерживает, угощает, кофе, кто путешествует вместе с нами, и я мечтаю о том, что однажды все, кто хочет приехать в нашу деревню и увидеть эти места, увидеть Турцию, побывать в Афьоне, ваша мечта, как и моя, показать вам эти места тоже сбудется, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, более 70% кто смотрит наши видео, не подписан на канал, поэтому обязательно подписывайтесь и смотрите много интересных и полезных видео о жизни, отдыхе, бизнесе, ну и турецкой деревни. Еще раз спасибо большое всем тем, кто пишет добрые слова на мой WhatsApp, он есть в описании ко всем видео, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите, буду рада помочь. Спасибо огромное всем тем, кто нас угощает чашечкой кофе, огромный привет от Айхана и друзья, желаю всем здоровья, удачи и всем всего самого хорошего и доброго из Афьона. Редактор субтитров Корректор А.